В Америке невозможно быть голодным. Это сытая страна. Если у вас нет денег на еду, вам еду дадут бесплатно. Мне поступил вот такой комментарий. Василий, ну у тебя же слюна капает, глядя на еду, а ты не можешь себе позволить. И смотришь, такой слюна капает. Нет, такого здесь не может быть. Ну, может быть, вы, если смотрите на каких-то элитных лобстеров и на элитную черную икру, только может быть тогда. Но здесь есть такое явление, как футбанки. То есть банки еды. Вам бесплатно дадут много хорошей еды. Вы смотрите на картах Google, например, есть какое-то приложение еще для этого. Футбанки, ваши эрии. Звоните туда, идете и забираете много бесплатной хорошей еды с хорошими сроками годности. Также есть футстэмпы, не забывайте. Но у футстэмпов есть какие-то свои особенности юридические, это я уже не в курсе. Такой комментарий напишет человек, который абсолютно не знаком с американской системой. Первое время я здесь пребывал просто в шоке. Я думал, как так? Невозможно быть голодным в стране. Как так? Здесь, если деньги потратил, ты можешь пойти еды и бесплатно в футбанки набрать. Да я не верил первое время. Серьезно, у меня после России был шок. Как так? Я же вижу, здесь налоги берутся. Я вижу, как страна живет. И оказывается, страна может себе позволить сделать так, чтобы народ был сытый. И при этом страна будет процветать. Прикиньте, оказывается, у нормального правительства народ сытый. У нормального правительства народ не голодный. У нормального правительства налогов на все хватает. На футбанке это понятно, немножко другая история. Здесь благотворительность поощряется. Здесь, если вы тратите деньги на благотворительность, то у вас идут налоговые послабления. И заниматься благотворительностью в США выгодно. Опять же, юридические тонкости проверяйте. Я не юрист. Скорее всего, человек пытается убедить не меня, а комментаторов и моих зрителей, которые будут читать и смотреть этот комментарий. Потому что мы можем судить только по себе, только по своему окружению. И только по своему жизненному опыту. Живя в России, я не мог представить, что где-то есть страна, где люди сытые. Где люди могут бесплатно получить хорошую, качественную еду. Но практика показывает, что в футбанке идут люди, которые нуждаются в этом. Когда вы начинаете зарабатывать деньги, вы уже, как правило, не идете в футбанк. Потому что зачем? Нужно туда ехать, звонить, договариваться. Проще сходить в магазин и купить еды. Здесь у людей немножко логика меняется. И сознание, и менталитет у людей меняется. И у меня в том числе. Мне бы, конечно, очень хотелось бы посмотреть на жизнь этого человека, который написал этот комментарий. Потому что, еще раз говорю, мы все судим по себе. Человек может судить только исходя из своего жизненного опыта. Потому что он не может залезть в мою шкуру, он не может меня знать, он никак не может предположить, что у меня в голове. Ну и тем более, что это я буду стоять, если накапать, кушать хочу и не могу себе позволить. Кмон! Я живу в сытой стране, где люди сытые. Вы не мне писать должны. Да? Я не хочу вдаваться в подробности. Это не мое дело уже. Я живу в Америке. Здесь люди сытые. Здесь, если у вас деньги потрачены куда-то, на какие-то нужды, или вам необходима еда, вы идете и в фудбанк ее берете. Еще раз говорю, есть еще фудстемпы. Еду еще много где раздают. Постоянно еще всякие акции, скидки, распродажи. Здесь на день благодарения огромные скидки для индейки. Например, ее и бесплатно иногда раздают даже. Индейку. А иногда цены на продукты настолько дешевле. Здесь киви дешевле картошки сейчас в данный момент. Ананасы дешевле картошки по весу выходят. Из ананасов можно вообще все, что угодно делать. Поэтому, товарищи, прежде чем такое писать, сначала погуглите в интернете, как дела обстоят в той стране, куда вы это пишете. Потому что может так получиться, что вы расскажете про себя. Потому что мы судим только по себе. В мои мозги вы не можете залезть. Комментарий. Комментатор. Что у вас имени даже нет? Комментарий. 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 Продолжение следует...